Несколько минут назад Марина Анатольевна Газманова, жена известного российского певца Олега Михайловича Газманова, сообщила шокирующую новость о трагическом инциденте, который произошел вчера вечером в родном городе артиста Калининграде. Перед тем, как продолжить видео, хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Спасибо за понимание! Это событие связано с открытием нового ночного клуба. Владельцем которого является приемный сын Олега Газманова, 25-летний Филипп. Открытие клуба стало важным событием для семьи Газмановых, и на это мероприятие Филипп пригласил своего отца и брата. Родиона Все началось достаточно празднично. Олег Газманов, несмотря на свою популярность и известность, не пользуется личной охраной, поэтому прибыл на место открытия клуба вместе с сыном Родионом. Как сообщают источники, недавние конфликты в семье, вызванные временным отъездом Родиона из страны, к счастью, разрешились, и Олег Газманов вновь наладил отношения со своим старшим сыном. До этого Газманов временно лишил Родиона всех финансовых активов, но вскоре, успокоившись, простил сына и вновь принял его в семью. Открытие клуба началось с выступления Олега Газманова. Он тепло поприветствовал собравшихся гостей, поздравил Филиппа с успешным запуском бизнеса и исполнил несколько своих любимых песен. После концерта певец охотно раздавал автографы и общался с поклонниками. Все шло гладко, пока несколько зрителей не начали задавать Олегу провокационные вопросы на политическую тему, касающуюся его позиции по боевым действиям. Как известно, Газманов активно поддерживает политику государства, что неоднократно вызывало критику. Поначалу певец спокойно отвечал на вопросы, однако, как выяснилось, мнения некоторых из присутствующих резко расходились с позицией артиста. Нервозная атмосфера начала нагнетаться. Сыновья Газманова, Филипп и Родион, заметили, что обстановка становится напряженной и поспешили на помощь отцу. Ситуация, однако, вышла из-под контроля, и вскоре случился инцидент, который никто не мог предугадать. Несколько агрессивно настроенных зрителей подошли к Газманову и начали вести себя откровенно вызывающе. Один из них, не выдержав словесной перепалки, грубо оттолкнул певца. События развивались стремительно. По словам очевидцев, между Олегом Газмановым и несколькими зрителями вспыхнула потасовка. Знаменитый артист долгое время старался сохранять спокойствие, но, как видно, нападающие не собирались прекращать агрессию. В результате певец был вынужден защищаться. На видеозаписях, снятых на месте происшествия, слышны его слова «Что случилось?». Руки чешутся. Спустя несколько минут началась драка. Газманов вызвал охрану, но до ее появления конфликт уже успел перерасти в физическое столкновение. Когда охрана и полиция прибыли на место происшествия, ситуация стала критической. Несколько участников драки, включая Олега Газманова, получили телесные повреждения. Певца и двоих зрителей доставили в больницу для оказания медицинской помощи. У всех пострадавших были диагностированы травмы различной степени тяжести. Сам Газманов, как всегда, продемонстрировал стойкость и чувство юмора. Уже в больнице он с улыбкой сказал «Морду набили, но ничего, до свадьбы заживет». Однако, несмотря на инцидент, Олег Газманов принял решение не подавать заявление в полицию и не открывать уголовное дело против тех, кто на него напал. Это заявление вызвало удивление у многих поклонников и коллег-артиста, которые ожидали более жесткой реакции на подобное происшествие. Тем не менее, певец подчеркнул, что уже не в первый раз сталкивается с агрессией в свой адрес, особенно на фоне политических разногласий. По его словам, страдаю за Россию уже не в первый раз. Многие связывают это нападение с активной поддержкой Олегом Газмановым государственных инициатив и боевых действий. Несмотря на критику и недоброжелателей, артист продолжает публично выражать свою позицию, не скрывая своих взглядов и убеждений, что нередко вызывает недовольство у определенной части общества. Тем временем, друзья и коллеги Газманова выражают поддержку ему и его семье. Трагический инцидент, произошедший во время радостного события, открытие нового бизнеса его приемного сына, вновь поднимает вопросы о безопасности публичных персон и их уязвимости перед агрессией. Однако Олег Газманов, похоже, не намерен менять свои убеждения или скрываться от общественной жизни. Инцидент с Олегом Газмановым в Калининграде добавил еще одну страницу в его насыщенную жизнь, полную как творческих успехов, так и личных испытаний. Известный журналист и шоумен Атар Кушанашвили, находящийся в тяжелом состоянии после реанимации и клинической смерти, постепенно восстанавливается. Несмотря на продолжающуюся борьбу с онкологическим заболеванием, Атар все чаще выходит на связь со своими поклонниками прямо из больничной палаты. Его активное присутствие в социальных сетях стало источником вдохновения для многих, кто следит за его состоянием. Сегодня в одном из своих обращений к аудитории вместе с ним впервые появилась его старшая дочь Дарико, что добавило еще больше эмоций к видеозаписи. Дарико Кушанашвили, родившийся в 1996 году в период отношений журналиста с коллегой Натальей Мельник, удивительно похожа на своего отца. Несмотря на такую внешнюю схожесть, она пошла другим путем, выбрав для себя карьеру в модной индустрии. Видеозапись с участием Дарико не осталась без внимания поклонников Атара. Девушка скромно сидела рядом с отцом, поддерживала его и обнимала его во время обращения. Это мгновение вызвало теплые чувства у аудитории, а комментарии под видео были полны восхищения. «Какая у вас красивая дочь, очень похожа на вас, Дарико как две капли воды похожи на Атара, Сразу видно, что она папина». Сам Атар, несмотря на свое тяжелое состояние, не утратил своей способности вдохновлять и поддерживать других. В своем обращении он призвал всех заботиться о себе и своих близких, быть на чеку и не терять бдительности. Его слова прозвучали с особой искренностью и трогательностью, ведь журналист сам переживает трудный период. Его собственные слова заботы и предупреждения основаны на личном опыте. Поклонники Кушанашвили уверены, что с такой активной поддержкой со стороны семьи, в частности, со стороны дочери, у него обязательно получится справиться с болезнью. Дарико стала символом этой поддержки, которая нужна каждому человеку, проходящему через серьезные испытания. Кушанашвили уже несколько недель находится в больнице, куда он был госпитализирован из-за онкологического заболевания. Тяжелая форма болезни требует постоянного медицинского наблюдения и лечения. Сейчас журналист регулярно проходит капельницы и получает все необходимые процедуры, чтобы стабилизировать свое состояние перед предстоящим этапом лечения. Врачи делают все возможное, чтобы подготовить его к переезду в специализированный онкологический центр, где он сможет получить высококвалифицированную помощь. О выписке пока не говорится, но многие следят за его состоянием и верят в лучшие. Сам Атар, несмотря на всю сложность ситуации, сохраняет боевой настрой. Его способность шутить и поддерживать других, даже находясь в больничной палате, делает его уникальной фигурой в медиапространстве. Это качество не раз отмечали как его поклонники, так и коллеги по индустрии, что делает его борьбу еще более значимой для многих людей. На протяжении многих лет Атар Кушанашвили был известен своими острыми высказываниями, неординарным подходом к журналистике и невероятной энергией. Он всегда выделялся на фоне других медийных личностей своим прямым стилем общения и готовностью открыто обсуждать даже самые сложные и противоречивые темы. Его личная жизнь также была под пристальным вниманием публики. Многочисленные браки, разводы, дети – все это неизбежно обсуждалось в прессе. Старшая дочь Дарико всегда была объектом особого внимания. Она, как и все дети известных людей, часто становилась героиней публикаций, но сама предпочитала оставаться в тени. Несмотря на то, что она выбрала для себя совсем другую сферу деятельности, ее связь с отцом остается крепкой. Появление Дарико рядом с Атаром в этот сложный период показывает, что их родственные узы действительно сильны, и поддержка близких – это то, что помогает преодолевать самые трудные моменты в жизни. Благодарим вас за то, что досмотрели это видео до конца. Хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Также, чтобы оставаться в курсе всех последних событий, жмите на колокольчик, так вы не пропустите следующие выпуски новостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!